Поселок Малая Хита Красноярского края. Веками здесь мало что менялось. Текли воды Енисея, жила своей жизнью тундра. А вместе с ней жили ненцы. Занимались рыбалкой и охотой. Владимир Хорисович говорит, в последнее время жизнь в Малой Хите стала другой. Раньше как будто бы рыбу ловили, оленя добывали. Сдашь деньги. А сейчас ни рыбу не поймать, и оленя запретить. Оленей нет. Толень даже не могу купить. Гвоздей-то. Не то, что я алкаш, пьяница или тунеядец. Но не из чего. Рыбы нет. Сети проверяют, сетка вообще черная. Рыба и зверь из этих мест уходят. А за ними и люди. Вымирают целые поселки. Любе пять лет назад пришлось уехать из родного Мунгуя в Дудинки. Рядом с поселком выросли буровые вышки. Сейчас там говорят, что земля очень испорчена. Олень туда не подходит, потому что там везде стоят буровые. Буровые вышки обслуживает тяжелая техника. Тонкий плодородный слой весь изрыт гусеницами. И это, несмотря на запрет, передвигаться по тундре летом на вездеходах. Такую картину увидела команда «Гринпис». Они сплавлялись на лодках от Дудина-Габайкаловском, фиксируя экологические нарушения, связанные с немцедобычей в регионе. Уже в начале экспедиции столкнулись с сопротивлением. Двигатели всех лодок вдруг оказались неисправными. «Открыли фильтр, сеточка разрезана, и внутри лежит булыжник». Местным настоятельно рекомендовали гринписовцам не помогать и по возможности присматривать за ними. Нефтяники этих ребят недолюбливают. Слишком уж много они знают о вреде, который наносит природе и людям нефтедобыча, а главное – нефтепотери. По информации «Гринпис», потери при добыче и транспортировке нефти в России составляют около 1%. А по данным Центра экологии топливоэнергетического комплекса – все 5%. А это, между прочим, 23 миллиона тонн нефтепродуктов ежегодно. В 33 раза больше, чем при разливе в Мексиканском заливе в 2010 году. Но даже одна не столь серьезная авария в Низовьях и Несея может стать критической для экологии местных жителей. А в ледовых условиях Арктики риск разлива нефти резко возрастает. Поэтому экологи считают крайне опасным строительство независимой нефтегазовой компании нефтяного терминала Тоналау на полуострове Таймыр. В проекте совершенно не учтены ледовые условия, там шторма, которые бывают регулярно на Енисеи. То есть там отсутствует вообще план ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых условиях. Кроме того, строительные работы планируются в месте, где, по данным ученых, находятся два очага сибирской язвы. Сибирская язва и возможная экологическая катастрофа волнуют не всех. Федеральные каналы обвиняют гринписовцев в восквернении могил немцев и спрашивают, на чьи деньги все эти проверки. Сам терминал пока только на бумаге, на месте только следы от бульдозеров, а гринписовцы в полном составе уже приехали. Откуда деньги на подобные разъезды по России и всей команды? От добрых людей из-за рубежа. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проект нефтяного терминала на Енисеи уже получил. Для Владимира Хорисовича это означает, что скоро ему придется навсегда уехать из малой хиты. Все, эта база всякая качается. В городе я бы там сдохну, наверное, скорее всего. Дарья Соловьева, Петр Шеломовский, Владислав Залевский. Настоящее время.